Всем привет, это программа Человека Кино и сегодня у меня в гостях продюсер Ирки Булан Куришбаев. Привет, Ирки Булан. Привет. Слушай, ну такой интересный путь в кино начался именно у тебя, потому что обычно в наше кино люди заходят с проектами, которые должны принести очень быстрые деньги и желательно очень так... Много. Да, и при этом желательно с минимальными затратами. Да. А ты зашел в нашу индустрию сначала с картиной «Зире». Это такая поэтическая, околофилософская, такая мелодрама. И, ну, понятно было, что сразу, как будто, что нет такого большого кассового потенциала, какой-нибудь комедии, да? Почему была принята такая, ну, нетрадиционная для нашего рынка стратегия? Ну, я как любитель кино и на самом деле человек, который болеющий за казахский кинематограф, для меня было важно зайти в эту индустрию, так скажем, показав разницу зрителю, что у нас не только существуют комедии или там боевики 90-х годов. Вот. И поэтому мы долго думали с нашей командой, как мы будем, так скажем, врываться в этот мир кинематографа. И было принято решение, что мы не пойдем таким стандартным путем, как это делают многие, там, снимать кино за минимальные деньги с максимальным выходом. Потому что я лично считаю, что казахстанский зритель привык к тому, что у нас нет альтернатив в казахстанском кинематографе. Казахстанский зритель привык к комедиям и к такому, к легким жанрам. И я считаю, что они даже, мне кажется, даже не подозревают о том, что в Казахстане можно снимать качественные драмы, другие жанры, хорроры, какие-то философские драмы, потому что нам все-таки, у нас очень много талантливых режиссеров, авторов, сценаристов, которые могут свой потенциал раскрыть именно в этих таких нестандартных жанрах. Поэтому мы решили, да, что будем снимать такое нетрадиционное кино, так скажем, для Казахстана. При этом, да, очень интересно, что мы сейчас будем говорить о трех проектах, да, сначала Дозири, это Довренгом Шибаев, потом у нас есть фильм «Квартиранты», это Лжас Байлбаев, и такая большая премьера, которую нас ждет в декабре, это дебюта Султана Сиитова. Все три проекта с ним сняты дебютантами, то есть именно в полнометре. Опять же, да, то есть не совсем традиционный подход, все равно люди ищут какие-то безопасные пути, и при этом откуда смелость взять и довериться дебютанту, то есть все равно деньги какие, там, большие, небольшие, тем не менее. Ну, да, если говорить о деньгах, это для Казахстана действительно большие деньги. Но, конечно, вот если вы видели интервью Айсултана Сиитова у Юрия Дудя, где он говорил, что было бы классно позволить, дать возможность дебютантам, молодым режиссерам, себя проявить в большом кино. И у нас такая возможность появилась, и действительно, вот первым проектом стала картина Даурена Камшибаева. Прочитав сценарий, я понял, что для первого фильма, для нашей студии «Зирея» подходит идеально, и мы, так скажем, захотели принять в этом участие. Вот, ну и, конечно же, за основу бралась такая система американских студий, когда, вот, допустим, какая-то крупная, большая студия дает там нескольким продакшенам деньги на то, чтобы они реализовали тот или иной проект. Вот, и мы решили, что мы пойдем по этому же пути, и вот для себя отобрали, так скажем, трех режиссеров, которые смогли бы дебютировать в большом кино. При этом ты, получается, пришел из музыкальной или телевизионной индустрии? Вот чуть, наверное, под подробность хотелось узнать вот именно предысторию. Да, у меня был опыт работы в музыкальной индустрии. Я работал вместе с Галмжаном Молдоназаром, был его концертным директором в свое время, еще на начале пути, так скажем, его творчества. Ну, и параллельно я всегда работал в продакшене, то есть я знал, из чего состоит, в принципе, кинопроизводство, как это работает, потому что мы в свое время снимали музыкальные клипы, рекламные ролики очень много снимали, и на этом, так скажем, набирались опыта. Перейдем к проекту «Квартиранты». Опять же, вот этот жанр как будто бы привычнее, но у нас всегда история про то, что хорроры на нашей земле как будто не приживаются. То есть сколько попыток было, и как-то они не проявили никак себя в прокате. Там было проявление Нурлана Батырова, был «Каракос», который делала команда Чаплина. Вот, и «Во тьме», я, в общем, уже там, сколько я не помню, всегда это было очень плохо. Да. Вот, и я посмотрел, что мне успели показать, но достаточно необычное. Я бы не сказал, что, наверное, даже не совсем традиционный хор, это психологический триллер, да, в большей степени. Да, да. У этой картины вообще такая интересная история. То есть я давно хотел поработать в полнометре с Олжасом Баилбаевым, и он мне как-то прислал книжку, ссылку на повесть писателя Александра Мендебаева в жанре хоррора. Прочитав, я понял, что она написана максимально кинематографично, и мне, как продюсеру, захотелось просто приложить руку и попытаться снять что-то подобное. Потому что, я считаю, не только в Казахстане, но и даже в просторах СНГ подобных хорроров никогда не снимали. Если говорить о опыте наших коллег на казахстанском прокате, то такой цели мы не преследовали никогда. Это связано со всеми картинами, которые мы сняли. То есть, а квартирант непосредственно был нацелен на то, чтобы его прокатывать и показывать за рубежом. То есть казахстанский рынок, да, нам максимально хотелось, чтобы команда, актеры, режиссер, команда постановщиков были казахстанцами, и при этом заявить о таком качественном кино за рубежом. Ну вот история про зарубежный прокат, это же все-таки еще помимо пиара и маркетинга, это же история все-таки про сейлс-менеджмент большой. И вот в этом направлении, что зире, что квартирант сейчас уже на каком-то начальном этапе, метельку сейлс-агента, и в каких странах вы хотите выходить? Мне всегда было любопытно, почему нет ни одного казахстанского фильма, который стал успешен за границей, не считая там каких-то побед на фестивалях, которые в конечном итоге, по сути, ни продюсеру, ни режиссеру особо ничего не дают, кроме, может быть, каких-то там дополнительных минимальных финансирований следующих проектов. И мне было любопытно, так скажем, протоптать эту дорожку самостоятельно и посмотреть, что из этого выйдет. Что касается сейлс-агентов, да, мы сейчас ведем переговоры со многими ребятами из СНГ, которые имеют этот опыт, также ведем переговоры с зарубежными, с европейскими коллегами, которыми интересны наши картины, причем все три, как ни странно. Вот. И мы сейчас на пути того, чтобы действительно сделать какой-то новый, интересный кейс продажи казахстанского кино вот прямо на широкую зрительскую аудиторию там в Европе, в Азии и так далее. Квартирантам, как мне показалось, очень сложная с точки зрения технологичность для какого-то кино, то есть потому что вот это пространство, в котором существуют персонажи, оно же явно не... То есть это не та история, когда можно снять квартиру и там отстреляться. Абсолютно, конечно. То есть и как вы подбирали людей, которые способны воссоздать это пространство и его еще менять нужно постоянно? Чуть небольшой спойлер, да? Да. Ну, художником-постановщиком на этом проекте выступила Юлия Кравченко. Для людей из сферы рекламы это человек известный, профессионал. Она также, кажется, работала со Скаром Узабаевым. Да, вот на Бахкут. На самом деле выбор пал очевиден, потому что как бы в рекламе, если вы знаете, когда продакшены работают в рекламной индустрии, под ту или иную задачу клиента мы всегда подбираем и режиссеров, и операторов, и художников-постановщиков в том числе. И так уж вышло, что там за долгие годы работы в рекламном бизнесе мы поняли, что ну вот Юлия Кравченко вот в этой среде себя чувствует комфортно. Это воссоздание реквизита эпохи Советского Союза, это постройка декораций, сложных декораций и прочее, и прочее. То есть у нас ни разу не болела голова по поводу выбора художника-постановщика. Чем мы квартиран-то закроем, и вы планируете выход в следующем году? Да, в 23-м. Ключевая тема нашего разговора, фильм «Каш», дебютная картина Султана Ситова. Пожалуй, я не вспомню за нашу историю фильм, у которого настолько были бы завышены ожидания зрительские. То есть мы понимаем, что Султан Ситов – это такая гордость Казахстана в плане клипмейкинга, рекламы и так далее. Но здесь полный метр, и ожидания высокие. Как вы с этим справляетесь? Вот чисто на ментальном и нервном уровне. Ну, мне как продюсеру тяжело, действительно, потому что мы к этому проекту долго шли, долго готовились. Это наш самый приоритетный, самый важный, наверное, проект за нашу недолгую карьеру. И я уверен, что как бы там не прошел прокат, и как бы зритель не отнесся, мы об этом никогда не пожалеем. Лично для Ай Султана он, как вы сами сказали, известный и авторитетный такой визуал. Человек, который своим талантом уже доказал, что он очень красиво строит визуальный ряд. И фильм был, наверное, уже таким следующим шагом в его развитии как профессионала, как личности. То есть, можно сказать, что вот там в клип-мейкинге мы сказали уже все, что могли сказать. Там с точки зрения каких-то рекламных роликов, в принципе, тоже. И вот мы пришли к тому, что вот пора снимать кино, когда, если не сейчас. И у него давно уже там несколько лет в голове была идея снять ту самую тему, то есть была какая-то история настоящих людей, которая там из поколений передавалась. И он всегда мечтал ее снять. И мы тут пришли к тому, что ну пора писать сценарий, давай начнем писать, а там решим. То есть снимем, не снимем. Ну и в итоге процесс написания сценария нас так сильно увлек и затянул, что мы решили снять этот фильм. И я считаю, лично как зритель, я считаю, что это действительно такой новый язык кинематографа в Казахстане. И я думаю, что он своего зрителя точно найдет. А что касается завышенных ожиданий, вот тут страшно, да. Потому что все знают, кто такой Айсултан Сиитов. И все знают, что что бы он ни выпускал, это всегда как минимум красиво. И надеюсь, что люди будут оценивать этот фильм по кинематографичности, по достоинству, по истории, а не потому, что это фильм Айсултана Сиитова. Понимаете, да? Вот если так проследить немножечко, вот три картины, да, они как будто все говорят не о нашем времени, да, то есть вот в Зире это история персонажей, которые застрелили вообще в абсолютном каком-то безвремени. То есть ни вверх, ни вниз. То есть это ни будущее, ни настоящее, ни прошлое. То есть он такой, люди живут в гармонии с природой. Квартиранты тоже, да, то есть вот если не брать атрибуты современности, типа как мобильный телефон, который появляется в самом начале, тоже, то есть больше туда, в прошлое. И Каша-то, история про прошлое. Удивительно, то есть режиссеры, которые, на самом деле, достаточно прогрессивные ребята, да, я знаю, там, и с Айсултаном немного знакомы, и с Улжасом, и с Дауреном. То есть, казалось бы, это как раз те люди, которые должны нас вести вот в будущее, а они все вот куда-то вот их тянет в прошлое. Почему так? Это какой-то намеренный путь, или это как-то так случайно вышло? Интересное наблюдение, я, честно говоря, никогда об этом не думал. Мы, честно, это абсолютно ненамеренный выбор. Просто так уж совпало. Зире, действительно, я к нему с самого начала относился к фильму, у которого нет какой-то геолокации, нет времени, это не существующий просто мир. Вот. Каши, квартиранты, да, действительно, это где-то вот в прошлом. Ну, наверное, вот только сейчас я об этом думаю, наверное, это связано с тем, что сеттинг нынешнего времени, он, наверное, для нас скучный, что ли. То есть, то есть, мы все равно, с точки зрения визуала, мы не можем, как творцы, отпустить эпоху, там, Советского Союза с этой монументальностью, с этой красотой. Ну, и, соответственно, вот наше, там, то, что время, в котором мы снимали Каш, также оно, вот эти вот степные красоты нашей земли казахской, оно вот как будто не было хорошо еще показано у нас в Казахстане, и поэтому хотелось вот это вот сделать. Может быть, следующий фильм снимем про нынешние какие-нибудь события в нынешнем времени. Ну, что примечательно, да, то есть, фильмы о середине 20-го века, да, то есть, первая половина, потом вот советский сеттинг квартирантов, снимают люди, которые фактически, ну, Советский Союз толком не застали. А Султан точно не застал, Улжас там застал, может быть, совсем в детском возрасте, да, то есть, когда не мог запомнить, что, то есть, и не оточиняя, что вот мы, вот наше поколение, да, вот там, я вот родился уже в конце 80-х, и, то есть, у меня там тоже было три года, когда Союз развалился, что мы уже не столько, мы эту эпоху воссоздаем, сколько даем свое представление об этой эпохе, и она, скорее всего, не совсем, может быть, реалистична, да, то есть, может быть, мы романтизируем как-то излишне или еще что-то, то есть, если даже брать, допустим, в России, да, то, что делали там, понимаете, бык или там сериал «Мир, дружба, жвачка», оно очень сильно романтизирует совсем вот такие странные. Ну, я честно, я не могу согласиться с этим. Возможно, да, тут есть доля правды в том, что мы романтизируем ту эпоху, но факт остается фактом, это выглядит как минимум красиво, все. То есть, советская эпоха, советские здания, реквизит советских времен, интерьеры советских времен, вот эти деревянные паркеты и прочее, это всегда в кадре будет выглядеть выигрышно. Безусловно. Да, поэтому, я думаю, это только с этим связано, только с визуальной стороны. Ну, год такой у вас интересный был, на самом деле, даже полтора года, если брать, да? Полтора, да. Помимо того, что вот три картины, вот одна вышла в прокат, вторая готовится, третья в следующем году, ты, наверное, был самым молодым, да, членом экспертного совета при ГЦПНК. Да, вместе с Жандосом Айбасовым. Жандос все-таки постарше, все-таки, наверное, чуть опыта побольше. Опытнее, да, да. Вот. Впечатления вот от сотрудничества с государством, считаю, что вы картину снимаете на свои деньги при этом. Да. Честно говоря, когда поступило предложение стать членом экспертного совета, я был воодушевлен, потому что у меня, лично у меня, как у продюсера, никогда не было отторжения работы с государством, хоть и не было опыта как такового, но мне почему-то всегда хотелось сблизиться, где-то, может быть, подсказать, потому что я понимаю, что люди в государстве, особенно в культуре, они не особо разбираются, не понимают, как, что, где должно работать или работает. И у меня всегда было желание вот где-то, где-то помочь, быть полезным. Не то, чтобы там, не знаю, использовать государство в своих целях. Нет, наоборот. То есть быть каким-то человеком, который, так скажем, направит где-то в правильную сторону. И став членом экспертного совета, действительно, я был воодушевлен. И мне казалось, что я смогу повлиять, наверное, на правильность выбора тех или иных картин, которые приходят на питчинг. И я точно знаю, что много молодых талантов, авторов, режиссеров, они не верят в то, что государство может выделять деньги на безвозмездной основе или там поддерживать картины. И мне вот хотелось этим молодым людям показать, что, мол, давайте настраивать диалог. То есть мне хотелось стать таким неким мостом между государством и молодыми авторами и сказать, приходите, ребят, пишите сценарии, приходите на питчинг, у вас есть все шансы, все равны перед друг другом. Вот. Вот в этом была и цель на самом деле. А что касается уже конечных впечатлений, да, были сложности. То есть закон о кинематографии у нас очень сырой. И очень много работы нужно проделать, прежде чем объявлять питчинги или какую-то государственную поддержку молодым кинематографистам. Потому что на сегодняшний день я знаю, что дебютанты, выигравшие финансирование, получившие поддержку от государства, они сейчас сталкиваются с огромным количеством проблем. По сути, выиграв питчинг, у тебя половина времени уходит на то, чтобы... На бюрократию. На бюрократию, да. И это неправильно, я считаю. Поэтому прежде чем, там, не знаю, открывать питчинги и объявлять там миллиардные финансирования, нужно проработать закон как минимум и правила проведения этого питчинга. У меня такое ощущение, что у нашего, чуть постарше, 35-36 лет, как будто наступил этот момент, мы хотели-хотели, а потом, ну, что-то уже надоело хотеть. Вот это полудепрессивное какое-то состояние, такое застойное, оно передалось? Вот сейчас режиссером с Кормитой работаешь, например. Оно действительно заражается, оно действительно передается, и это грустно на самом деле, потому что до того, как я вступил в экспертный совет, у нас были много встреч, такой некий был юнион кинематографистов, компания, ну, там, состоялась 20, может быть, где-то из 30 человек. Мы всегда обсуждали, чем мы можем быть друг другу полезны, чем мы можем быть полезны государству, министерству, ГЦПНК и так далее. В итоге этот круг сокращается, 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 потому что у всех есть вот эта вот усталость, мол, ну, как будто об стену бьешься, и ты бесполезен. Это ужасное чувство, и я думаю, что наоборот нужно как бы всех подбадривать и действительно налаживать мосты, налаживать диалог, чтобы всем вместе, вместе с министерством, ГЦПНК и киношниками просто объединиться по-человечески и решить эти вопросы раз и навсегда. Ну, на этой оптимистичной ноте, наверное, пора и завершать наш разговор, потому что пора уже готовиться к прокату фильма «Хаш». Вам удачи большой. Спасибо большое. В прокате. Это была программа «Человек и кино». Вертибал, Курешбаев, Карим Кадарбаев. Всем всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова